Ивану Мухину 8 лет. Мальчик увлекается авиамоделизмом. Пример подает отец, который собрал десятки моделей различных самолетов. Семья Мухинах приняла участие в фестивале «Живущие небом», который состоялся в Центральном музее военно-воздушных сил в день открытых дверей учреждения. Непроблемой для Вани стала и травма ноги, которую он получил накануне. Но не упускать же возможность выступить на фестивале. У меня тренерский режим. У папы 50 управлений, у меня управление. У меня папа модельный, я не знаю почему. Видимо, просто у меня папа, и мне понравилось. Я все время интересовался авиацией, интересовался небом. У меня больше тысячи прыжков с парашютом. На парапланах я летал, а потом как-то зацепило. Музей совместно с Московской Федерацией авиамодельного спорта и моделизма впервые провел летную программу, участниками которой стали более 50 человек. В прошлом году заложили первый камень, когда провели первый фестиваль «Авиационная Мунина». Мы в этом году решили продолжить это мероприятие и немного его расширили. В рамках нашего фестиваля «Авиационная Мунина» мы проводим сегодня и фестиваль «Живущее небо». То, что вы сегодня сейчас видите, замечательные полеты наших авиамоделистов. Здесь сегодня летают и планеры, и свободно летающие модели, и газотурбинные, и электрические. Различные вертолеты, ракеты, все мы сегодня это увидим. Колыбель авиации Мунина, конечно, здесь же какая база. Все участники смогли продемонстрировать зрителям свое техническое творчество. Многие увлекаются авиамоделированием десятилетиями, конструируя, собирая и запуская в небо своего рода уменьшенные копии известных летательных аппаратов. Это копия самолета «Айбас», правильно назвать, «ЖС-700». Это копия того самолета. Просто удобный, хороший самолет именно для таких вещей. Мунина мы любим. Да, здесь Мунина здорово, здесь очень хорошо. И вот это тоже организация хорошая сегодня. Показательное выступление – это не только демонстрация возможностей авиамоделей. Это настоящее шоу. Участники фестиваля не перестают удивлять публику. Буквально на наших глазах готовится следующий номер. Совсем скоро начнется реконструкция воздушного боя времен Великой Отечественной войны. Программа фестиваля, который в этом году был приурочен 110-летию военно-воздушных сил и воздушного флота России, не оставила равнодушным зрителя. Все шикарно, особенно спецэффекты. Очень все понравилось. Прекрасно организованный праздник, хороший пилотаж. Впрочем, возможность смастерить свой летательный аппарат в этот день была у каждого. На площадке Щелковских молодежных объединений гости могли изготовить бумажные самолетики и написать на них свои мечты. Здесь состоялся фестиваль «Твой самолет желаний». Здесь сегодня, в этот праздничный день, мы собрали все направления патриотика, творчество, профоориентация, развитие молодежного самоуправления. Здесь вот на любой, так скажем, вкус. А в финале программы прошел молодежный флешмоб, и каждый его участник запустил в небо свой самолет желаний. В день открытых дверей вход в музей свободный. Гостей ожидала насыщенная программа, различные интерактивные зоны и экскурсии. Всего же музей посетило порядка 10 тысяч человек. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.